Израильская оппозиция требует немедленной отставки премьера Нетаньяху. Какие обвинения ему собирается выдвинуть полиция, знает Сергей Услендер. Кресло под главой правительства шатается, можно сказать, всю его длительную каденцию. Он у власти уже больше 8 лет, но нынешний кризис просто из ряда вон. Полиция расследует сразу несколько уголовных дел, в которых так или иначе упоминается фамилия Нетаньяху. Это дело 2000 о газетных концернах, когда он пообещал определенные послабления и изданию «Идиот-охранот» в обмен на смягчение критики в свой адрес. Это дело о подводных лодках, которые закупили в Германии в нарушение закона. Это дело о дорогих подарках, которые он не задекларировал. И еще целый ряд расследований. Оппозиция рвет и мечет. Никогда еще не было такого, чтобы глава кабинета министров проходил сразу по нескольким уголовным делам и при этом оставался у власти. Я думаю, что вопрос здесь не в оппозиции или коалиции, не в правых и не в левых. Речь идет о том, насколько нынешний премьер-министр Бенемин Нетаньяу действительно соответствует нормам. Нормам и юридическим, которые будут, естественно, выясняться в суде. Если он совершил правонарушение, то, естественно, речь не может быть о том, чтобы он продолжал занимать свой высокий пост. Но это еще и моральные нормы. По израильским законам действующему премьеру можно предъявлять обвинение, но только в том случае, если разрешение на это даст юридический советник правительства. Что-то вроде генерального прокурора. В истории Израиля еще не было случая, чтобы действующий премьер остался у власти после предъявления обвинений. В 2008-м ушел Ихуд Ольмерт, после чего отправился в тюрьму. В свое время Ицхак Рабин был вынужден покинуть премьерское кресло после того, как журналисты нашли у его жены незадекларированный счет, на котором было 2000 долларов. Но Нетаньягу в любом случае все обвинения отрицают. Он говорит, это происки его политических противников. В стране проходят митинги в его защиту, но проходят и митинги с требованиями его отставки. А тут еще один удар. Его супруги Саре и Нетаньягу собираются предъявить обвинения сразу по четырем делам. Все они казаются расходов на правительственную резиденцию. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Нетаньягу. Субтитры сделал DimaTorzok